всем привет не могу сказать доброе утро потому что уже совершенно не утро у меня уже второй заход на работу после обеденной скажем так просто сегодня так у меня народу почему-то было много прям ну не почему-то но было прям народу много я задержалась на работе бегом домой быстренько поела и обратно и обратно на работу пусть не не было времени ни на что даже взять камеру блин очках иду хорошо так опарковалась рядом мужчин один шел говорит подожди я сейчас вы иду и ты паркуешься вну замечательно утром шла в пальто сейчас свитере в одном утром дубак а потом нагревается прогревается все и днем тепло конечно в тени не так тепло наела селедки под шубой мне еще там ее наверно дня на 4 хватит ой не могу ни одна ем так что вот такие вот дела они еще кое-какие дела есть и кое-что ой дождите машина едет то ли спиратой степет везу сейчас вам расскажу про интернет сейчас приду на работу в общем у меня есть интернет сегодня утром позвонил парень другой не друг подруги не сын подруги слава богу вот игру ну спросил где я нахожусь я ему ответил на него нахожусь пришел на такой парнишка посмотрел там где чем спросил пару соседей я естественно сказала не знаю вот потом нашли хозяин в общем эта вышка сделана у хозяином парикмахерской ходил все сделал вот он там живет за этими позвонил в общем все сделал пять минут у него заняло дело все это сделать представляете пять минут вообще вот я горе ради пяти минут вот это вот вы все там не это говорю устраивали но такой засмеялся будут какие проблемы звоните я обязательно позвоню я говорю я дотошная вот представляете пять минут у него заняла вся эта работа для того чтобы мне сделать этот чертов интернет я говорю а вы чего так мурызи ну понятно просто не хотел сделать мне ничего и по и говорил что не ну это глупо ну ладно в общем что теперь уж говорить обсуждать все теперь сделано ой ну пять минут обалдеть я вывод мутозит целый месяц вот так представляете так что я теперь опять с интернетом радости у меня полный штаны сейчас поработаем немножко и пойдем погуляем на пляжике до доктор нас день королей короли проходит в 5 а я-то работаю с 4 до 6 вечером я работаю с 4 до 6 наверное пораньше уеду во первых все будет перекрыто не знаю когда ехать точнее есть один план эвакуации не здесь а там дома и хотелось бы посмотреть в общем доживем до завтра и посмотрим что почем у меня с клиентами полотенце наверное сейчас надо машинку еще думаю в понедельник подстричься потому что посмотрите что у меня на голове это какой-то ужас вообще а утром когда стоит и просто кошмар так как я нам очень ворочаюсь на кровати у меня вообще там на голове не понятно что и подумываю уже в понедельник подстричься сходить парикмахерскую наверное потому что сестру мою не выли не выловишь и мне легче сходить парикмахерскую как и кромсают так и кромсают что теперь делать так что вот такие вот у нас планы пока на повестке дня я поработала смотрите какой у нас закат это закат идем сейчас погуляем на пляже кстати народу прям тусятся не загорают конечно вот как видите в мячик играют с собаками и просто лежат парочки очень много парочек всяких влюбленных лежат такие влюбляются дальше как бы мой чарли не понял не подумал что это с ним играют там вот видите все обнимаются обнимаются благо погода позволяет принципе ветерок такой прохладненький знаете сейчас домой поеду не значу готовить или жрать нечего у меня блин на неделю еще запасе но не могу так целуются я показала ну как-то стрёмно до снимать то блин я щас на мире мы сейчас вот так сделаю а вы там за меня посмотрите там они прям целуются сываются милуются не знаю видно вам не видно вот там мол молодые до шикардос морем не пахнет вот кстати морем не всегда пахнет иногда прям такой запах выраженный прям вот йода что-то с рыбой а иногда вообще ничем не пахнет как сегодня ну все отключаюсь я вспомнила у меня же в холодильнике лежит творог я ж вчера купила в русском сейчас себе запеканку на завтра забаться я вчера в инстаграме откопала какую-то там диетическую типа того запеканку там нужно 200 грамм творога у меня диетический творог 0 процентов жирности 2 яйца нужно 4 столовых ложки крахмала кукурузного и я добавлю одну столовую ложку тростникового сахара и сахар заменитель тоже по вкусу и на 40 50 минут на 180 в духовку будет посмотрим какая запеканочка но мне творог в любом любом его проявлении очень нравится поэтому плохо наверное не будет эй ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая запеканочка получилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Над верх ногами у меня, ну ничего. На вкус не могу сказать. Пахнет вкусно. Но я туда еще ванилинчика добавила, поэтому пахнуть она по-любому должна была вкусно. Ой, ну прям так охота попробовать. а вы любите запеканки я обожаю я вообще все что с творогом обожаю поэтому поэтому на завтрак у меня уже будет запеканочка вкусняшка чай на заварить себе чай вишневый заварю еще витамин надо выпить и усел немножко сериальчик посмотрю а ты чего тут уселся то опять столь и печеньку ты хочешь ну на тебе печеньку на на день кушай лопай лопай завтра день королей нам нужно подарки купить подложить под елку к нам наверное воскресенье придут родственники за подарками скажем так и нам что нибудь принесут и мы вот все время кладем подарки под елку сейчас там ни одного нету вот мне я подарки как бы мне они не нужны мне мне деньгами пожалуйста я сама себе куплю тем более у нас уже скидки везде почти начались поэтому подарки мне вот такие вот там всякие безделушки не надо ну если подарят то я не откажусь как бы дареному коню зубы не смотрят да и потом наверное уже надо будет елку разряжать скажем тогда а вы когда елку вообще разряжаете вот проблема когда нарядите когда разрядить у нас здесь уже все разряжают но короли пройдут и буквально воскресенье все уже начинают не начинают а все уже убирают всех этих дед морозов у нас наверное в россии держит как-то до старого нового года но старый новый год здесь это вообще не существует мы его и в россии ты не отмечали он как бы особо тоже не существует ну не то что существовать существует но как то я не не знаю не придаю ему особого значения этому празднику и вообще праздник ли это в общем для меня и вообще знаете новый год потерял все какой-то смысл такой вот как вот раньше был такой смысл что вот ну не знаю наверное это в детстве такой праздник вот новый год что вот новый год в детстве когда цветок нормальный, нормальный ждешь подарки, ждешь нового Деда Мороза а с возрастом как-то он еще один повод чтобы встретиться с друзьями там и выпить да ну а в принципе нам повод там он не нужен чтобы встретиться созвонился вон пошел и встретился хотя сейчас все заняты у всех дела и короче встретиться это такая проблема с кем-то чтобы всем вместе по одиночке там можно еще пойти кофе попить а чтобы всем вместе это вообще так проблематично то одни заняты то других работа то у третьих я не знаю дети вот ну а новый год нас всех собирает да и то не всех у нас вот мы собрались на первого числа девчонки вообще потом им надо было с утра идти на работу и как бы уже настроение не такое в общем к чему я это к тому что елку уже надо будет разряжать и без нее как-то будет не ну угол неуютно я знаете что хочу сделать я хочу поехать у нас вот когда на работу еду очень большой там есть как бы такой магазин что ли да там называется он сад ну типа сад-огород там я там ни разу не была но мне туда очень-очень хочется там продаются одни цветы и деревья всякие в общем хочется съездить может быть в понедельник и съезжу мы хотели поехать в понедельник на скидке но машину нашу новую то есть мужа она семиместная мы хотели поехать с Викой а у нее сын, мама тут и в общем мы все в одну допустим нашу не умещаемся а вот в семиместную да мы там умещаемся так вот там нужно пройти техосмотр техосмотр у машины не был пройден и вот и вот надо пройти а время сейчас дали только нужно как это время час приема в общем тебе назначают только на четверг так что в понедельник наверное мы не поедем я могла бы одна съездить но вы знаете скидки мне больше всего нравится не первая неделя а где-то вторая или третья когда идут уже вторые и третьи скидки там уже и скидки побольше вещей конечно наверное поменьше хотя если поискать в принципе мне оно ничего не нужно поэтому что-то определенно искать у меня нет такой цели поэтому просто так полазить я лучше полазить на вторую или третью неделю а вот в понедельник может быть съезжу в этот сад и посмотрю может быть какие-нибудь цветы потому что мне вот сюда нужно что-то поставить этот цветок уже все нападает он держится на честном слове там все уже листики у него ну он такой вот только для Рождества и вот туда ну ладно туда у меня пойдет вот тот фикус который и стоял а вот сюда нужно пальму я все не теряю надежду купить пальму что она у меня не сдохнет не буду ее поливать годами и пускай она у меня там стоит теперь она если ей поймет то только помрет то только от того что от засухи в общем-то вот вот такие вот я вот каждый раз как езжу с работы и прям смотрю и думаю блин там вот двери такие стеклянные и там видно что там много цветов всяких вот и все красиво вот мне хочется туда съездить ну как-то за городом то есть пешком туда нифига не дойдешь туда только на машине но будем надеяться что что-нибудь придумаем в принципе на понедельник либо по магазинам похожу тут у нас какие есть в городе тоже их немало ну в городе как вы знаете всегда можно идти-то господи две минуты это уже в центре в общем не знаю посмотрим ну конечно елку жалко разбирать я еще как бы не насладилась ей ею а она уже разбирать ее надо так время быстро летит не успеешь оглянуться а уже старый ну да ладно не будем о грустном время уже довольно-таки поздно я пойду сейчас умываться завтра опять рабочий день уже последний такое ощущение что я работала всю неделю сегодня так упахалась как будто я и не дыхала два дня никаких ну да ладно зато в кошельке ощутимо главное что интернет сделали вообще-вообще вот меня мутозили да целый месяц какой-то фигней занимались пришли за пять минут все сделали но ведь обсмеяться можно ладно хватит болтать буду с вами прощаться до завтра всего вам самого лучшего завтра у нас рабочий день и что не знаю что я буду делать что-нибудь придумаю так что всем друзья всего самого лучшего и пока-пока до завтра у нас рабочий день